Что-то мне подсказывает, что чаша уже прогрета. Первую тяжку по традиции делаю при вас. Вы пока что визуально оцените кальяны, которые мы сегодня будем обозревать. Чашечку обязательно, такой жирный акцент, желтый, прям просто. Пятно такое в кадре, приятное пятно, не бельмо. Это коллаборационная чашечка Moon и около кальяна. Об этом всем подробнее рано или поздно вы узнаете, пока что по ссылке под видео все можете посмотреть. И по этим кальянам будет сайт. Я прямо сейчас на него смотрю и здесь просто лютые модели. Там какие-то пулеметы, как в терминаторе втором были. Вот эти вот все пружины. Но стилистика такая механическая, что-то такое ярко выражено, мужицкое. Пока все это дело рассматривайте, я делаю при вас первую тяжку. Это лучшее время было сделать затяжку. Прям идеально готовый кальян. Чаша, если что, фаннел, забивка слегка приплотненная. Прям хорошо, прям замечательно. Все, отлично настроен обзор. У нас сегодня чуть-чуть попозже будет конструктив этих кальянов. Я прям разберу, покажу вам резьбу, пружины, поджимаю. Вот эту вот бедолагу зеленую пружину я уже гнул, перегнул как только можно. Еще в прямом эфире мы делали распаковки. На этом же канале около кальяна 2 проходят распаковки всех практически посылок, которые мне присылают. Поэтому заваливайте на эфир. Будете первые знать, что мне приходит на обзор. Также телега, инста, все там так или иначе вбрасывается. Беспехука. Конкретно три модели, которые у меня, это что-то ближе уже к автотематике. Здесь есть аналог, ну как аналог, подобие, визуал, стойки автомобильной. Тоже когда конструктивы будем рассматривать подробнее, если это дело посмотрите. И все это похоже на какие-то амортизаторы. Забегая наперед, скажу, что они не настоящие. Если что, если вдруг вы подумали, что это вот эта вот 4-килограммовая пружина, кальяны адекватно весят, как и классические, но выглядят не совсем как привычные вам кальяны. Я не скажу, что это что-то супер уникальное, эксклюзивное. Где-то когда-то краем глаза, краем уха или даже обладателей есть кальянов похожих с стойками, с пружинами, со всей этой движухой. Но это не самые частые кальяны, которые, допустим, в заведениях, видите, или дома обладатели таких кальянов. Если у вас есть чем сравнить, а у вас, скорее всего, есть чем сравнить, можете в комментах, пожалуйста, отписать. Исходя уже из обзора и визуала. У меня открыт перед глазами сайт производителя, и это именно производитель. Это не интернет-магазин. Они сами производят все кальяны, как они заверяют о себе. Это высокотехнологическая площадка. У них прям, собственно, платформа металлообрабатывающая есть. Ну, большой пул специалистов. И один из пунктов таких, на которые ставится акцент, это уникальное предложение, уникальный подход к сотрудничеству с магазинами, с Европой, странами ближнего зарубежья сотрудничают. Поэтому, если вы так или иначе в кальянном бизнесе, и вас заинтересовали модели, вы можете что-то там для себя выдернуть по предложению сотрудничества. А я этот обзор, скорее всего, больше продолжу для ребят, кто захотел вдруг такой аппаратик домой. Неплохо было бы о ценах поговорить сразу, да, со старта. Я почему-то цены всегда на последок оставляю. Здесь все адекватные цены. Кальяны, вот прям сдалека, как в кадре вы сейчас видите, могут показаться дороже, чем они есть на самом деле. Вот эта вот моделька, которую я в руку положил, зеленая, она, конечно, визуально заметна, что самая бюджетная. Ну и стоит 4300, ну что вполне себе я считаю адекватным. Вот эта вот моделька уже 8 с копейками стоит, 8 или 8 с мелочью. И вот эта вот модель, конкретно она Boost называется, но я цену на Boost не нашел точную. Там есть несколько вариаций Boost, в общем, от 12 тысяч и вплоть до 17 с половиной. Здесь у нас же основание нержа, полиацеталь, полиацеталь, тоже визуально все это дело вы видите. Наверное, можно, кстати, продувки этих кальянов, посмотреть, как они по звуку. Давайте с самой дорогой модели начнем. Звук затяжки, то есть у меня микрофон прям на меня направлен. Плюс-минус где-то вы честный звук сейчас услышите, как будто бы если вы сидели на расстоянии полутора метра от кальяна. Диффузор есть, на всех трех кальянах диффузор надет. Чашу я сейчас быстренько переставлю на все кальяны. Но можно было бы и потише. Это не такая шипящая диффузная тяга, это бульканье плюс какое-никакое разбиение этих пузырей. То есть не мамун, но и не вот этот вот силиконовый диффузор. И звук продувки. Какая охеренная картинка все-таки. Дайте я чуть-чуть полюбуюсь. Я не устану себя хвалить за то, какую я выстраиваю обычно картинку в своих блогах. То есть эти вот лучи и все проекции, это тоже здесь очень все в тему играет. Дым такой объемчик создает и прям эти лучи, они тоже дополняют картинку. Офигенски продувка смотрится. Я просто на этом кальяне очень много курил. И на зеленом, кстати, очень долго покурил. Я там еще муштуки умудрился после переезда потерять. Ну не суть. Много на этом кальяне курил. И на видео продувка сильно круче смотрится, чем вживую. Ну это утрированная продувка, вы понимаете. Вот она настоящая продувка, где вы дым с колбы продуваете. Сильно скромнее уже, да? А утрированная это, когда я дым с легких выпускаю в те же отверстия, грубо говоря, как и продувка. Блин, ну это стоило того, чтобы еще раз на это посмотреть. Охеренно. Реально офигенно. Давайте сразу под это все дело. Ну и шарики, да? Вы слышите, что они не бьют. Звук такой шипящей продувки. Надеюсь, сегодня без курьезных случаев. Я чашу снимаю, перекидываю при вас сразу на другой калье. Я потерял родные муштуки с переездом. Поэтому не обращайте внимания. Я не помню, как реально оригинал выглядит. Немножко звуково. Вытаскивание коннектора. Более-менее неплохо. Сейчас еще раз вставлю. А, не очень. Немножко со скрежетом заходит. Я, ребятам, об этом писал. В полисталь, естественно, все вообще без звука. Тут нет, что царапаться. Здесь металл об металл. Немножко царапает. Все, с пальстальем все покруче. Это магнит, в первую очередь, фиксация. И немножко тут придирается тоже. У вот этого кальяна, который сейчас вам кажется, как будто это какая-то гелием наполненная шахта. Но прям на видосе. И вживую круто смотрится, пока его не разберешь. А чуть позже на видео я разберу. Здесь тоже самое. Никаких биений. Максимально тихо все работает. Делаем затяжку. Ну, это прям ракета-ракета, да? Они умудрились настроить продувку так, что прям вот идет вниз, как будто сейчас взлетит. Там можно покрутить, повертеть. Немножко визуал кальяна попробовать поменять. Как минимум на фотографии на сайте у этого кальяна пружина снизу. А я то ли по дурости, то ли просто как-то собрал. Да и все. И ладно. И тоже неплохо смотрится пружина сверху. Того кальяна продувку мы тоже сейчас посмотрим. Давайте еще раз в замедленном. Ну, не в замедленном. Просто медленно буду дуть. Посмотрю на продувку. Это такие важные вещи, которые цепляют людей, цепляют друзей. Внешний вид и продувка. Это то, что вы собираетесь в компании и демонстрируете своим новоприбывшим друзьям. У меня абсолютно разной прикуренности, степени прикуренности есть знакомые друзья. И такие кальянчики, они удивляют. Ну, прям, о, круто, что это такое. На огромной полке там 20-30 кальянов эти бросаются в глаза. Все-таки они не такие еще массовые, вот эти вот модели с пружинами. Прикольно, прикольно. За внешний вид примерно позиционирования я рассказал. По тяге. Это ближе к легкой тяге. Вот так вот я скажу. Не абсолютно легкая, не альфа-хуковская тяга, не атывановская тяга, если они вообще где-то существуют еще те старые кальяны с суперлегкой тягой. Диффузная и относительно легкая. Такое сопротивление чувствуется. Наверное, это даже будет золотая середина для тех, кто не знает, какую тягу любит. Вот назовем эти кальяны золотой серединой. Не плотно и не очень легко. По всем остальным курительным свойствам вы понимаете, что эти кальяны курятся и курятся без каких-либо проблем. На этом тоже акцентироваться не будем, потому что сложно найти сейчас в 2022 году кальян, который почему-то хреново курится. Я не знаю, какие уже остались причины. Максимум может быть очень тугая тяга, очень какой-то громоздкий размер, что просто уже какие-то кальяны безвкусные становятся. Суперлегкая тяга, очень высокий кальян. Действительно может куриться все это дело безвкусно. Здесь нормально все усредненно, хорошо курится, не докопаешься. Осталось нам зеленый аппаратик проверить. А, уже чаша-то и горячая. У зеленого модель Slim, у него отдельный шланг идет. Если здесь у нас магнит с притиркой, то там чисто ринги. Поэтому я беру его личный шланг. Там тоже все по звуку хорошо. Не самый идеальный диффузор, но по звуку продувки точно все хорошо. Здесь классическая, ну как классическая, уже можно позвать ее классической. Если раньше у нас были вот эти вот отдельные свистки у кальяна, и дым куда-то в сторону уходил обычно в лицо всегда соседу вашему папа-куру, то вертикальная продувка, наверное, уже классикой стала. Практически все, если делают что-то бюджетное, стараются продувку пустить вверх. Вот она классическая, когда дыма совсем минимум, и утрированная. Тоже вполне себе хорошо и симпатично. На сайте у ребят можно купить по отдельности любую комплектацию отдельно мундштуки продаются. Даже те, которые в комплекте не идут. Вы можете собрать что-нибудь свое кастомное. Если здесь мундштук, можете понаблюдать. Это, кстати, родной уже. Нет, не родной. Вот у меня в руках без пехука, уже родной мундштук. Просто нержавеющая трубка, загравирована, обработанная. Конус, конус. Просто, да, такой подсточенная эта трубка. Как бы нормально, аккуратно все смотрится, минималистично. Вот на эти кальяны уже можно купить что-то с пружиной. Мундштук тоже с пружиной. Блюдца отдельно, шланги, все ринги, шарики, коннектора. Все это продается. Сайт максимально простой, но понятный. Все почитали, рассчитались. Банковскими картами, кстати, по плате принимаются. Кредитками, пожалуйста. Купить кальян в кредит, прикиньте. Вот это, я не знаю, что хуже. Свадьбу в кредит ответить или кальян в кредит купить. Да и, собственно, что я вам скажу. Остаюсь я докуривать эту забитую чашу. Визуал кальяна вы увидели. Сейчас посмотрите детальную распаковку. Я даже заранее с вами попрощаюсь. Какой можно вывод по этим аппаратам сделать? Это адекватная цена за них. Визуально они классно смотрятся. В деталях, естественно, из нержи прям качественно, надежно. Ну, уверенно, да. Вот эти, которые пластиковые, полисталии, акриловые. 8 тысяч. Внешне классно смотрится. Когда начинаешь уже грутить, детали осматриваются. Не то, чтобы обработка плохая, но чувствуется какая-то дешевизна. Но, опять же, 8 тысяч рублей, да. На сегодняшний день это тоже адекватная цена. В общем, по ценам я считаю все по-человечески. Народная достаточно. По визуалу вы уже сами оцените. Ну, в принципе, мне коленчики симпатичные. Один я точно вот этот себе оставляю. Он на полке прям броска в глаза смотрится. От этих двух, наверное, придется избавиться, потому что мне уже реально кальян эти ставить некуда. А если вас, в принципе, не стремает тема несколько раз прокуренных кальян, вы можете в описании к этому видосу найти ссылку на телеграм-бота. Там иногда что-то я свое бэушное сливаю. Там даже что-то иное присутствует. В общем, вот так вот. Царская тяжка. И отправляетесь смотреть детально эти кальяны уже в разборе. Все капитальные красавчики. Я вернулся на YouTube, вернулся во все соцсети. Все, я уже полноценно переехал. Немножко не по теме, но имейте в виду. Будьте на все подписаны. Контента сейчас будет больше. Далеко не прощаемся. Смотрим детальную распаковку этих аппаратов. Ну и рассмотрим немного комплекты поставок. Здесь у нас даже в кадр не помещаются боксы. Коробусики вместе с ложементами. Это, как вы уже догадались, бюджетная модель. Просто коричневый коробок с наклейкой Slim-модель. Здесь картонный ложемент. Дальше комплектацию уже рассмотрим. И более премиальной модели. Уже черный коробок. Здесь уже краска, как я понял. И в ложементе будут вот такие вот то ли поролоновые, то ли такие элементы. Ну, все целое доехало не поцарапанное. Что в одном, что в другом боксе. Здесь уже вопрос внешнего вида подарочного. Или куда вы там это все дело направляете. Любите ли вы хранить эти коробки и в них потом что-либо еще. По шлангам давайте сразу со Slim-модели разберем. Вот, собственно, ее комплектация. Силикон и силикон. Нормальный, ровный, четкий, пацанский силикон. Soft-тач. Уже другие, в принципе, вам нигде не попадаются. Slim-моделька отличается тем, что у нее крепление на рингах. Здесь даже таким способом они решили в комплект о ринге положить. То есть ремкомплектик запасный имеется. По идее все прослужит вам миллион лет. Нормально все срабатывает. Классическая ринговая притирка. Есть немножко такой какой-то визуально некомфортный угол. Как будто прям-прям из-под шахты. И ощущение как будто не до конца вставляется. Но все нормально, плотно, герметично проверял. Блюзы здесь также просто с черной гравировкой у Slim-модели. Коннектора алюминия все подположено. Да, они уже курины, они уже протестированы. Поэтому следы эксплуатации, сиропчики. Шайба, которая на резьбе. Здесь также загравированы какие-то элементы, узоры. Для того, чтобы не оказалось прям абсолютно палкой. Самый такой, наверное, животрепещущий вопрос. Первый это металл вкручивается в металл. И снизу то же самое. Сорян, что не идеально все вымыл. Зато вы точно знаете, что на этом кальяне я курил. Погружная также у нас металл в металл. Можно разобрать все идеально. Диффузор также на рингах. Поэтому ремкомплект можете использовать как на диффузор, так и на коннектор под шланг. И здесь есть засечки. Опять же, для тех, кто не отсекает, сколько рекомендовано производителям наливать воды, можете сначала ими воспользоваться. Но потом все равно вы выработаете свои личные нормы по ощущениям уже. И тут уже особо нечего рассматривать. Кстати, это уплотнитель не оригинальный, который шел в комплекте. Не на все колбы. Ну, потому что конкретно на мою колбу, она какая-то бракованная, широкая горлышко. У нее казалось, производственный родной уплотнитель использовать. И вот здесь вот такого типа у нас тоже имеется на палец стали гравировка. В целом это все грубо, угловато и такой механический стиль у нас соблюдается. Шайбы, которые пружину фиксирую, чтобы она не вылетала. Совсем уж что-то у меня все в сиропе, но да, ладно. Пружину, на которую я немножко поиздевался над ней на прямом эфире, я пытался ее согнуть. Ну, вы понимаете, да, что здесь не оригинальные стойки автомобильные. Это какая-то сплав, легкосплав, алюминия с чем-то. То есть пружина не имеет памяти. Вряд ли вы ее куда-то вставите, и она будет пружинить. Вы ее раз сжимаете, и она уже не возвращается в исходную положение. Ну, давайте дальше уже поиздеваюсь. То, что я в эфире делал, в принципе, вот, вы понимаете, да. Лучше ее не трогать, чтобы она оставляла свой товарный вид. Не пытайтесь ей пружинить что-либо. Ну, и в целом, когда вы этот кальян видите на общем плане, у него есть ощущение, что это что-то недорогое. Ну, и стоит он максимально бюджетно, поэтому, в принципе, здесь вопрос какой-либо снимается. На муштуке также все загравировано. Концепция общая стиля соблюдена. Вот такого типа уплотнитель, скорее всего, вы увидите в комплекте. Они уже привычные для всех и вся. Более дорогие модели. Сейчас мы тоже разберем. Шланги все как положено. Те же самые софт-тачи, ложемент коробки вы уже видели. Здесь у нас какое-нибудь большое отличие в шлангах. Вот такого типа, что в синей модели, что в фиолетовой у вас будет. Здесь маленькая придирочка. Это то, что мне не очень нравится звук, как вставляется у нас коннектор. К пластиковой модели вопросов нет. По полиоциталью нержа идет. И все у нас как положено. Здесь магнитно-притирочная система. Но притирка постольку поскольку, насколько это все дело плотно у нас в полиоцитале будет сидеть. И тоже есть все-таки вот у нас на основании канавки. Минимум вопросов. И когда дело касается нержам-нержу, здесь уже такой не самый приятный скрежет. Вот. И не самым мягким способом выходит. Ну, кстати, знаете, как будто мелкие заусенцы ушли. И сейчас получше. Но все равно такой момент тактильный присутствует. Ну, опять же, все герметично, все хорошо. Давайте более премиальную модель рассмотрим. Это уже прям стойка-стойка. Здесь у нас нержа. Здесь есть шайба. Опять же, не автомеханик, не автолюбитель даже. Ну, как? Машины я люблю. Но ездить на них и смотреть на них. Но не шарить что-то у них внутри. Вот этой вот самой шайбой огромной. Можно контролировать силу сжатия пружины. Нержа. Уплотнитель тоже, который в комплекте. Трубка. Здесь диффузор уже у нас на резьбе не напали, отсытали. Симпатичный, кстати. Тут отсутствуют какие-либо надписи на погружной шахте. Но есть одна единственная засечка. Я бы, если честно, ниже нее воду набирал. Но, опять же, вы потестируйте. Вам это будет понятнее. У каждого свой уровень развития и воды в колже. Резьбовое соединение можно оценить. Мне этого качества достаточно. Все хорошо, мягко входит и выходит. Шаг резьбы какой-то там около стандартный. Не супер мелкий, не супер крупный. Вот это вот блюдце. Это уже тоже какую-то чаша стойки, что-то похожее. Но здесь прям тоже стилью самой дорогой модели соблюден максимально. Дорогой из тех, которые ко мне пришли. Даже вот эти вот отверстия, в которые как бы болты вставляются, которые крепятся, не знаю, уже там кузову автомобиля. Но пепел. Пепел, возможно, сюда в дырочку и провалится. Не знаю, сколько это критично. У меня вроде бы с этим никаких проблем не было. Чаша снимается. Цвет конкретно, который ко мне попал, ну он прям офигенный. Здесь не докопаешься. Я часто продаю модели, которые кальяна мне присылает. Потому что мне их уже тупо некуда хранить. Я замахался с ними переезжать, постоянно их паковать. Этот я хочу обязательно оставить. Здесь офигенный какой-то космический цвет. И вся вот эта вот история с шайбами, с пружинами. Пружина сейчас растягивается. Она заполняет все расстояние от одной шайбы до другой. Если бы я когда-нибудь в жизни разбирал настоящую автомобильную стойку, я, возможно, бы сейчас какие-то параллели проводил. У меня сейчас начал раскручиваться не сама шайба, а погружная шахта вместе с ней. Здесь внутри запрессована у нас нержа, поэтому тоже все должно быть надежно. И вот эта металлическая составляющая, она тоже металл, но я подозреваю, это тоже какой-то сплав алюминия. Потому что в целом балбашка не очень-то тяжелая. Здесь у нас тоже, опять же, не сталюка, но за счет толщины пружины, вот это вот уже особо и не подеформируешь, насколько у вас там мощи хватит. И не нужно, не нужно портить кальяны, пусть это все будет эстетически красиво. Не используйте кальяны в автомобилях, в плане стойки. Возить и курить на них можно. Здесь пружину сжимайте сколько вам душе угодно, насколько вам это все дело красиво будет смотреться, можно, в принципе, упороться и сделать ее сантиметров прям на 10. Но, кстати, у меня чуть-чуть подклинило, и вот эта штука все, пошла. Все, дальше пошло прям хорошо. О, здесь есть контрагайка, и этот момент даже провтыкал. То есть вы подогнали, насколько надо, и все это дело законтрагайли. Прикольно, уже какой-то про-подход. Вот здесь резьба, хоть и крашеная, но по ощущениям, как-то особо не царапается. Вот какие-то следы уже там влаги попавшиеся и прочее. Нормально, по качеству все good. И когда я выкручивал верхнюю шайбу, у меня шахта погружная раскрутилась. Здесь по резьбам все то же самое, все хорошо. И что мы имеем? Вот такую вот бакулашку, раз разбирать уже до последнего. Тоже это сплав какой-то дыр алюминия. Тут уже прям ни ржа, ни ржа, балбашка такая увесистая. И вы видите такую контрольную пружинку, она у нас фиксирует шарики. Все кальяны не были замечены за каким-то неприятным звуком продувки. Все продувается достаточно хорошо. Некоторые модели прям даже интересно. Все это дело мы попозже посмотрим с вами или пораньше. Ну и последняя модель из тех, которая попала мне в руки. В ней тоже есть свои особенности. И возможно не самая первая, которая в глаза бросается. Но меня эта тема позацепила. Это гравировка блюдца. Получается здесь было нанесение. То ли порошковая краска, то ли что здесь наносилось. Не суть. Но вот это не как будто бы гравировка, а чистая нержа. То есть это не прокрашенная область. И она имеет объем, когда здесь проводишь пальцем. Если вы умеете пользоваться шрифтом Брайля или как он так называется. Возможно вы пальцем что-то здесь прочитаете. Выглядит это очень стилево и качественно. Это не белая краска на черном блюдце. Вот такая форма, не маленькая блюдца. Все нормально спасается от пожаров, если угли падают. Коннектор нержа. Ровно, четко уплотнители будут в комплекте. Плюс-минус похожая история. Тоже шайба, которая держит пружину. Здесь уже пружина не прокрашенная. Вы можете прям непосредственно сам металл увидеть, из которого она делалась. Это визуально очень похоже на олово. Возможно каждый из вас помнит, у Батии всегда был кусок такой толстой оловянной проволоки. Вот именно такого же блеска, такого же цвета было. Так и хочется паяльником сюда немножко снять олово. Здесь еще пружина, все то же самое, достаточно жесткая. Деформировать ее не будем. Вот эта вот вещь, которая под пружиной, реально смотрится как гель, как вот это вот шампанское с каким-то там порошками, присыпками. На самом деле это уже когда раскручиваете, ощущение такого бюджетного какого-то акрила. Вот эта пластмассинка такая уже не так уж и круто выглядит. Ну а придираться не буду, потому что в общей гамме все это смотрится достаточно стильный, интерес. Стильно, ну и симпатично, бесспорно. Резьба, все то же самое. Здесь раскучился, не ржав, не ржу. Все вот эти вот пружинки, все как положено. Работает продувка, реально бесшумно. Такое количество отверстий на вдох. Тяги у всех кальянов. Чуть легче классики. Это не прям воздух-воздух, ну и не супер плотное сопротивление. Средняя по бюджету модель уже другого типа диффузор имеет, можете сравнить. Чуть как будто он подлиннее. Ну не как будто он реально подлиннее. Вот бюджетная версия Slim снимаю. Вот также на рингах плотненько достаточно сидела на синей вот этой вот модели.